МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Спортивный канал 7 ТВ продолжает рассказывать всем поклонникам автомобильного спорта о событиях РТСС российской туринговой серии. И сегодня пришло время поговорить уже о шестом предпоследнем этапе сезона. Прошел он на хорошо знакомой трассе в подмосковном Мечково. Это был достаточно холодный, сырой и ветреный уикенд. Закрывали его пилоты туринга и суперпродакшна. 16-ти круговая гонка в классическом направлении по часовой стрелке стартовала по итогам утреннего спринта. На полпозиции безусловный лидер сезона Александр Львов, рядом Максим Цымбалов, один из претендентов на серебро, следом расположились Андрей Смецкий и еще один Александр Львов, полный тезка и земляк. Чемпионы России 2001 года, пилот, выступавший прежде в национальном классе и туринге лайт, принимавший также участие в Кубке Европы в Португалии, теперь вот решил попробовать себя и в российском туринге. Ехал он на Ауди А4, из-за этого Максим Цымбалов пересел на Форд Фокус, на точно таком же Фокусе ехал и Илья Буренко, который вынужден был отказаться от выступлений на своей ярко-красной БМВ. Первый поворот на этот раз не обошелся без проблем, занесло Максима Цымбалова, ну и дальше по цепочке стали пилоты один на другого налетать, завертело, закрутило эту карусель, не для всех все обошлось благополучно, а вот Александр Львов и Максим Цымбалов умчались от преследователей, застал внизу собой фактически два первых места в этой гонке. Гораздо хуже пришлось Юрию Одуду и Андрею Смецкому. В итоге обоим удалось продолжить движение, но сильно позади соперников. Также не повезло и Александру Львову, дебютант Туринга вылетел во второй раз подряд уже на первом круге, но смог продолжить движение. Таким образом, все шесть машин класса Туринга оставались в гонке, но отрывы между ними были достаточно велики. Львов и Цымбалов лидировали, на третью позицию выбрался Илья Буренко, Юрий Одуд также смог продолжить движение, но, увы, ненадолго, Андрей Смецкий на сильно разбитой поврежденной машине после некоторого времени также решил вернуться в эту гонку и медленно покатился к финишу. Впрочем, медленно в Туринге, конечно, понятие относительное. Скорость, которую демонстрировал Андрей Смецкий, вряд ли кто-то из простых поклонников скорости за рулем Хонда Аккорд смог бы показать, даже если бы эта Хонда была совершенно новой. Тем временем 16-круговая гонка продолжалась, и вскоре был зафиксирован первый, к сожалению, сход. Андрей Смецкий смог продолжить движение даже на сильно поврежденной машине, а вот его земляк, представитель команды Golden Motors Юрий Одут, после пары кругов понял, что повреждения слишком сильны и вынужден был борьбу прекратить. Тем временем, пока Юрий сворачивает в боксы и покидает свой фокус, Александр Львов уверенно лидирует в этом заезде. Максим Цамбалов спокойно занимает вторую позицию, а вот другой Александр Львов гонится за первой тройкой, надеясь натичь прежде всего Илью Буренко, который занимает в этом заезде третью позицию. Между пилотами Ford Focus и Audi A4 расстояние сокращается буквально на глазах, но все-таки слишком большим был гандикап, полученный Львовом из-за его ошибки на первом круге. Впрочем, гонка длинная и всякое могло произойти. Пока что положение стабильное, но спор за третью позицию назревал с каждым новым кругом все сильнее и сильнее. Пока что Александр Львов разбирается с пилотами Super Production, но вскоре, выйдя на оперативный простор, погонится и за своими прямыми соперниками, выступающими в классе Туинг. Тем временем у Александра Львова все складывалось замечательно. В 11 предыдущих гонках он уже 9 раз первым пересекал линию финиша и казалось, что на этот раз мало что сможет помешать гонщику из Санкт-Петербурга сделать это вновь. Максим Цымбалов уверенно шел вторым, даже несмотря на то, что прежде он никогда не выступал в гонках за рулем Ford Focus, а ведь это переднеприводная машина. Хотя предыдущий опыт Максима также основывается прежде всего на переднем приводе. Это Audi A4, Volkswagen Golf и Volkswagen Polo класса Touring Light. Тем временем Александр Львов все ближе и ближе к Илье Буренко, одного за другим обгоняет он пилотов Super Production, в частности только что позади остался Олег Квитко, ну а Александр Львов на целый круг опережает своего напарника Андрея Смецкого. Для Смецкого в этой гонке самое главное добраться до финиша и принести в копилку команды Golden Motors 1 очередные важные очки. Ну а вот и развязка спора за бронзу в классе Touring. Немножко помешал пилотам тут Евгений Дутов, которого Александр Львов недолго, думаю, просто выставил на обочину. Но затем Илья Буренко как не хотел, как не сопротивлялся, все-таки вынужден был уступить. Напомню, что именно Илья Буренко занимает сейчас вторую строчку в личном зачете Touring, и, конечно, пилот упирался всеми имеющимися возможностями, хотя, конечно, в данном случае силы соперников были неравны. Как раз Буренко большую часть карьеры гонялся на заднем приводе, и поэтому переднеприводный Ford Focus, в общем, не та машина, на которой сразу Илья смог поехать быстро. Ну а Александру Львову только того и было нужно. Обогнав соперника, он вышел на третье место. А тем временем его тезка выиграл гонку и выиграл весь сезон Touring 2007 года. Максим Цымбалов вновь второй. Вполне возможно, что он сможет завоевать серебро. Еще один Александр Львов в третьем. Наконец-то это победа, то есть такая долгожданная. И очень хочется поздравить весь коллектив, который очень много для этого приложил. И спонсоров команды, и Смецкого Андрея, второго пилота команды, и хозяина. Там было мокро. Меня, наверное, занесло. Я, скорее всего, облокотился об Александра Львова. Но ему это не помешало занять первое место, а я ехал за ним. Что было дальше? Ну, извините, кто не успел, тот опоздал. Отметим, что и коллектив Golden Motors 1, в составе которого выступают Александр Львов и Андрей Смецкий, досрочно за один этап до финиша оформил чемпионское звание в туринге. Итоги этой гонки на ваших экранах. Солидный отрыв между первым и вторым пилотами. Говорит, конечно же, о многом. Юрий Одут, к сожалению, был единственным участником туринга, кто не смог добраться до финиша. Пилоты класса Суперпродакшн также не избежали того самого столкновения в первом повороте. Поскольку, по правилам, гонщики этой категории, расположенные на стартовом поле, сразу позади представителей туринга, на них вся эта коллизия имела гораздо более серьезное воздействие. В том числе, к сожалению, в самом эпицентре этой аварии оказался лучший пилот утреннего спринта Александр Орловский. Александр Михайлович, представитель команды Сумтелрейсинг Динамо Автоспорт, не смог избежать жесткого контакта, и для него гонка закончилась, едва начавшись. Вперед же вырвались две «Хонды Сивик» Алексея Басова и Дмитрия Киселева. Антон Маркин, который был бронзовым брюзером утренней гонки, потерял несколько позиций и вынужден был вновь, как и в спринте, прорываться назад через соперников. Борьба была весьма плотной и интересной. В первом повороте очень много позиций выиграл Дмитрий Добровольский. Пилот, оштрафованный судьями в утреннем спринте, сортовал последним, но так здорово разобрался в ситуации, что мгновенно проскочил на пятое место. Затем общее внимание приковал к себе Олег Квитко. Как раз пилоту команды «Рио Моторспорт» не очень повезло в первом повороте, но на последующих кругах он выдал очень хорошую серию, провел сразу несколько обгонов и поднялся в первую шестерку. Тем временем ситуация впереди более или менее стабилизировалась. Алексей Басов лидировал, Дмитрий Киселев занимал вторую позицию, за третью боролись Антон Маркин, Николай Агапов и Дмитрий Добровольский. Именно эта тройка сейчас на ваших экранах. Постепенно этой троице удалось догнать Дмитрия Киселева, и тогда этот спор и вовсе стал вестись за серебро этой гонки. Мы же видим, как Олег Квитко обгоняет соперников одного за одним, прорываясь наверх после не слишком удачного старта. Отметим, что это был первый этап, на котором гонщик команды «Рио Моторспорт» сменил старый видавший виды «Фольксваген Гольф» от 1993 года на достаточно новую «Хонду Сивик», прежде принадлежавшую команде «Голден Моторс». Эта машина приносила победы Андрею Сумецкому год назад в классе «Суперпродакшн», а теперь за ее рулем Олег Квитко. Тем временем Алексей Басов достаточно уверенно контролировал ход гонки, а вот позади соперники шли плотной группой. Антон Маркин смог догнать Дмитрия Киселева и начал прессинговать гонщика команды «Химки Моторспорт» в споре за вторую позицию. Поначалу Дмитрий упирался и делал это весьма умело, но Антон, который ведет с Алексеем Басовым спор за титул лучшего пилота класса «Суперпродакшн», также не собирался уступать и отчаянно схватился с «Химчанином» за второе место. Позади катили Николай Агапов и Дмитрий Добровольский. Каждый из этой пары был совсем не против воспользоваться столкновением в стане лидеров. Тем временем Олег Квитко совершил очередной обгон и переместился уже на шестое место в этой гонке. Позади остался Михаил Засадыч, гонщик «Мегафон» «Про Лоджи Рейсинг». Видимо, что немножко ошибается Николай Агапов, пытается этим воспользоваться Дмитрий Добровольский. Это спор за четвертое место, но пока Николай Агапов, представитель СТК «Ралли Подмосковья», удерживается впереди в скоростном правом повороте. Ну а Антон Маркин окончательно подбирает ключи к обороне Дмитрия Киселева. Гонка уже минула свой экватор и понятно, что догнать Алексея Басова скорее всего ни у кого не получится. Алексей мчится к победе, ну, которая и разве что может помешать какой-нибудь технический отказ. А вот второе место на кону и в споре за это второе место разворачиваются отчаянные баталии между четырьмя гонщиками, представителями четырех разных команд, выступающими на машинах трех разных марок. Поначалу Дмитрий Киселев удерживается во главе этого паровозика. Антон Маркин отчаянно атакует все более усиливая натиск в каждом из поворотов. Этот дуэль обещала стать очень и очень интересной и вот она развязка. Небольшая ошибка Киселева, Маркин бросается внутрь, шпилька и на выходе бело-синий БМВ динамовской команды уже впереди черно-желтый Хонда Сивик химкинского коллектива. Маркин второй, но догнать Басова он скорее всего просто не успеет. Кроме того, передняя часть его БМВ 320 заметно повреждена в стартовом столкновении, разбит капот, разбитые обе фары и теперь для Антона гораздо важнее удержаться на втором месте, чем мечтать о победе. Тем временем на Дмитрия Киселева в свою очередь начинает накатывать уже Николай Агапов, а позади также очень острый спор ведут Вероника Шемякина и Владимир Стрельченко. Напомню, что эти двое уже столкнулись в утреннем спринте и вот тут Вероника допускает небольшую ошибку. Конечно, пытается тут же ее исправить, бросается в погоню, но, как это часто бывает, в горячности допускает еще одну небольшую помарку и Opel Astra Coupe едва не разворачивает поперек трассы. Впрочем, отважная Белотесса сохраняет контроль над машиной и бросается в погоню. Ну, а теперь мы возвращаемся к эпизоду, который уже был, эпизоду, когда Александр Львов подтолкнул Евгения Дутова. Гонщик Суперпродакшна шел в это время на шестой позиции, но после вот этой вот небольшой экскурсии по полосам безопасности мимо проскочил Олег Квитко. Естественно, Рязанец не собирался сдаваться просто так и спор за шестое место развернулся с новой силой. До финиша оставались буквально считанные круги, а тем временем отчаянная борьба также шла и за третье место две Хонды Civic. До контактов порой доходило между Дмитрием Киселевым и Николаем Агаповым. Начинал Киселев терять скорость, все более и более активен был Агапов и вскоре причина этой потери скорости проявила себя в самом явном виде. Машину Киселева окутал дым и, к сожалению, Дмитрий в этот раз до финиша добраться не смог. Обидно, ведь гонщик команды Химки Моторспорт вполне заслуживал место на подиуме. В итоге она досталась все-таки Николаю Агапову из СТК ралли Подмосковья. Ну а украшением последнего круга гонки стала вот эта дуэль между Евгением Дутовым и Олегом Квиткой. В силу большего опыта Рязанец из команды Мегафон Прологи Рейсинг все-таки взял верх и финишировал пятым. Ну а первым клетчатый флаг увидел Алексей Басов. Еще один небольшой шажок к званию сильнейшего пилота Суперпродакшна. Пытался обогнать Максима Цымбалова на туринге но думаю сначала подумал хотел обогнать потом думаю зачем мне это нужно. Дальше смотрел в зеркало заднего вида как я от всех отдаляюсь или все от меня исчезают на заднем плане. Вот и поэтому как бы довел дело до победного финиша до своего. Было нелегко потому что к концу сезона соперников все больше и больше скорость всех выше но стараемся. В отличие от класса туринг имя сильнейшего пилота и название сильнейшей команды Суперпродакшна пока еще неизвестно. Все решится на финальном этапе который пройдет здесь же на трассе в подмосковном Мечково 30 сентября. Вы можете увидеть это своими глазами или посмотреть на спортивном канале 7 ТВ. Ну а сегодня для вас работал Александр Кабановский. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok